Привет, друзья мои! У меня сегодня челлендж для себя самой. Меня осенило. Нужно сделать челлендж-макияж только российскими марками. Причем макияж приличный, который можно носить на выход. В общем-то, не произведенный в России, а именно придуманный в России. И большинство этих брендов делают за границей все-таки, на лучших заводах свои средства. И да, иногда получается, что по цене продукты и стремятся к западным, да, но все-таки немного дешевле. Сегодня в программе Beauty Drugs, Ольга Романова, Эстрады, Dream Minerals, Pro Makeup Love, Chic Art Visage. И я еще отмечу, что я очень сильно старалась, именно при всей своей любви к коллегам-визажистам, безумнейшей, любить их, а не переносить любовь на их продукты, понимаете? Потому что я отвечаю перед вами и перед вашим бюджетом и кошельком. Если вы вдруг решите что-то покупать из этого, и я обязана быть строгая и объективна. И, в общем-то, в плане тона, тон от Vivienne Sabo, у меня есть CC-крем и тон матирующий, мат-ин, 102-й матовый и 01-й CC-крем. Из хороших новостей, оба без талька. Я выбираю самое простое. Это взять тот, который мне нравится по цвету и немного суховат, и вмешать в него, в общем-то, строблинг. Строблинг – это такой суперсияющий продукт от Beauty Drugs. Очень многие меня спрашивают, как его использовать. Естественно, как и все супер-суперсияющие влажные хайлайтеры, вы наносите или до тона немного, и в основном на периферию лица, или вмешиваете в тон, но он прям реально влажный, поэтому в небольшой такой пропорции. Или сверху тона, естественно. В нем есть SPF, но это не указано на упаковке, потому как там есть большое количество диоксида, титана. Они оба не плотные, что тоже, в принципе, хорошо, потому что в северной части России, во многих соседних странах, конечно же, они являются рынком сбыта для этой марки. Предпочтительно такое, достаточно легкое покрытие. Но я бы марки посоветовала сделать экстра светлый тон. Все-таки вот эта единичка значительно темнее, чем самый светлый оттенок наших славяночек, северяночек, белоснежечек. В марке визажиста Оль Романовой скауптит и блашит вот такие вот миленькие. Наносить буду кисточкой от Натальи Шик. В общем-то, кисточки Ман Ли я не очень люблю, потому что они часто разваливались раньше. И Риск тоже не в фаворитах, не знаю, не считаю, что они прям какие-то супер-классные. Румяна сделана в Корее, наносится хорошо. Не дешевый продукт для российского бренда, но очень приятный. И, конечно же, контуринг, я думаю, нам наиболее с вами интересен. Любопытный оттенок у Скауптит. Я думала, что он будет немножко холоднее. На своей коже вижу оливковый, бронзовый. Разогреваем продукт обязательно на свободном месте. Наношу я именно свободной стороной. Такой скульптор Хамелеон. Сухих румянов у меня вообще нет никаких любимых в каких-либо российских марках. Так что сейчас пока работаем над этим. И будут супер-классные запеченные дуо бронзер с румянами. И давайте, обвиняйте меня в рекламе. Тем, у кого второй, третий оттенок тона, я думаю, что можно брать. Тон пока не съедает. Также корейский продукт. Потому что, например, текстура Том Форд, она такая опасненькая. Многие-многие-то она вам просто разъест. Ну, либо же, если вы не прорабатываете в коже, оставляете на поверхности, тогда у вас стойкости все равно не будет. Могу вам посоветовать и тон, и консилер в марке Dream Minerals. У них есть она для сухой кожи и для жирной кожи. Они не очень дешевые. То есть порядка тысячи рублей. Конечно, от российской марки хотелось бы дешевле. Но у них и пудры вуальки тоже классные. Поэтому консилер будем дорабатывать сухой текстурой. Кисть у меня была N2 от Наташи Chic Baby Face коллекция. И сейчас вот этот двусторонний в номере 9 TK. И мне она нравится в плане того, чтобы потом меньше кисточек мыть. И вы хорошо понимаете, где у вас на столе пудринг, хайлайтинг лежит, на какой кисточке. Я фиксирую лицо продуктом вуаль фотошоп. Как всегда, у меня немножко желтее зона под глазами. Пока что вот вуаль фотошоп Дрэм Минералс, моя фаворитная пудра из всех российских. И состав у нее хороший, минеральные все дела. Но говорят, у Мейкоп Лаб хорошая пудра я не пробовала. Была, есть и будет. Проблема всея российских брендов. Тона очень дорого выпускать в большом количестве оттенков. Они не могут также выпустить там 10 оттенков. Это разорит просто компанию. Поэтому да, где-то у меня будет светлее, где-то темнее. Ну, сори, не всегда мне удастся попасть в оттенок большинства. Мы вроде думаем, что российские бренды это спасение для российской публики. И в какой-то мере это да, им так. Потому что, типа, будут наши цвета. Но, к сожалению, то, что цвета российские, не означает, что конкретно для каждой из нас будет свет. Ну, я думаю, что все мои прекрасные, любимые коллеги по мере возможности над этим работают. Переходим к бровям. Я люблю брови делать с удовольствием. Подчеркнуть подбровное сначала. Это даст мне более удобную работу, если честно, с остальными продуктами. Использую Beauty Drugs двусторонний карандаш немножко оригинальным способом. Бизажисты часто после макияжа бровей этот момент делают и, в общем-то, чистят. Я, на самом деле, себе создаю трафарет и рисую внутри него. Я считаю, что так намного лучше выглядит бровь, намного вам удобнее, быстрее ее рисовать. Дороже макияж и никогда не будет вот этих кусков. Я все время вижу эти отвратительные куски консилера или чего-то еще. Или пудры, или тени в брови. Они прям туда вот ушли и заматировали другим цветом волосики бровей. Смотрится для меня это очень убого. В общем-то, оттенок второй у меня, и я себе делаю сразу немножечко виднее зону, где я буду с бровью привирать. Вот Оля Романова я не пробовала фиксирующего геля. Ну, сейчас буду использовать Vivienne Sabo. Вот такой гель, очень он бюджетный. У меня карандаш для брюнеток от Beauty Drugs. Оттенка есть три, и, в общем-то, брюнетка это холодный такой темно-русый оттенок. Я им делаю и блондинки иногда, и брюнетки брови, и русый. И не отходя от кассы, наверное, давайте немножко зафиксируем. Очень желейный такой, прозрачный, нежный вот этот гель. Не слишком большая щеточка. Аккуратно прорабатываю в межресничные зоны, особенно во внутреннюю. Хоть это и смешно, хоть это и забавно. Особенно для тех, кто линзы носит. У вас это будет на линзе, если вы мгновенно начнете моргать. Маленькие, типа, тушевала и даже немного на внутренний уголок нанесла. Есть заблуждение, которое уже не является правдой, что любые немецкие карандаши, они одинаковые. Да, немцы лидер в производстве карандашей, но там очень много разных формул. Они же делают и Cargo, и Urban Decay. Ну, то есть плотность, кремовость, подвижность, стойкость у них будет разная. Тинты Estrada 86-й я наносила в видео, тестируем покупки с Makeup Days. Значит, сегодня будет 81-й на все века. Бренд супер бюджетный. Действительно, тинты стоят того, чтобы вы на них обратили внимание. В самом крайнем случае будете просто уголок внутренний подсвечивать, блики давать на веки. Я считаю, любой девушке в хозяйстве пригодится. И один из нежных тинтов Оли Романовой. Тоже сделанный в Корее. Очень похоже по запаху, в принципе, на все корейские. И особенно Peri Pera. И вот такой у меня Mimimi макияж. Очень нежный. Тинт этот, на самом деле, tint Gloss. То есть аналог там YSL, Armani и всяких люксовых таких штук. И всяких корейских. Оба блестят, но тинтуют, как положено, такому продукту. И, в общем-то, туши российские. Конечно же, ну здесь бесспорно. Корону просто взяли, забрали и унесли себе, конечно же, Vivienne Sabo. И у них есть не только знаменитая Cabaret золотая тушь, но и просто ведро всего еще другого интересного. Все виды щеток. И вот мне понравилась Mon General, наверное, называется по-французски. Я не умею категорически ничего просто произносить по-французски. Даже самое простое. Короче, мой генерал. Очень такие, знаете, ресницы, в которых много воздуха. Такие весенние, пушистые с этой тушью. Натюрель. На них можно смотреть даже на клоузапе. То есть они такие не склеенные, знаете. Будто вам очень их миленько и натуральненько, не густо, не часто нарастили. Будущий лайнер от Beauty Drugs уже на подходе. Супер аккуратный, не фетровый, внимание, аппликатор. А аппликатор все-таки с кистью, как у Clinique, например. Это мой самый любимый лайнер на свете. Он любимый уже, наверное, год и 4 месяца. И год и 4 месяца, или год и 5 месяцев. Даже мы занимаемся мучениями и страданиями по поводу производства. Потому что он должен быть идеально черный, идеально точный, идеально аккуратный, долгоживущий. И, конечно же, должен держаться даже на жирной коже. Я считаю, что свой личный челлендж классно накрасится только российскими брендами. Я уже выполнила и хочу его перевыполнить. Хочется показать вам и остальные продукты. И посмотреть, что еще может получиться. Наношу оттенок карандаша для губ Beauty Drugs 0.1. 0.1 у нас уходит немного в серый и лиловый. 0.2 больше уходит в теплый оттенок, такой немного карандашьяновский. И вместе они дают суперобъемные, суперстойкие, суперматовые губы. Шаг не обязательный, но, как в классике макияжа, для контрастности линии немножко бежевым карандашом. Вот таким вот, но уже в желтоватой гамме я обвожу. И именно такой холодный на теплой коже я использую, чтобы выделить подбровной. И вы его видели издалека, оно было такое яркое, скажем. А здесь я тон в тон практически работаю, чуть светлее. Также все спрашивают, как же наносить строббинг сверху. Если вы все еще не в теме и не смотрели мое видео про секреты свечения на сухой коже, то наносите вашим бьюти-блендером или кистью, которая позволяет вам сделать именно похлопывающие движения. И наносите именно сверху на объемные самые части. Я сейчас осознала, что на самом деле вот эта штука может быть консилером. И я ее обычно по орбитали наношу для того, чтобы брать вот эту глубину и тень. И я совершенно забыла это сделать. Пистами-то, ну-ка, это оттенок, говорящий с кленом, из нежных. И я нанесу немного на объем и на внутренний уголок. У меня немножко какого-то вкуса, цвета не хватает. Поэтому я постараюсь куда-нибудь добавить еще и эльфийская принцесса оттенка. Знаете, у нее такая призма розовый, фиолетовый и все сопутствующие. Это сильно заметно не будет, поэтому просто цвет глаз ярче. У Диваж для складки века есть прекрасный оттенок. Конечно, с дурацким названием. 73-16. 73-16. Пойдите, найдите это в магазине. Ну, в общем-то, легкий контуринг глаза. Кластерные пучки. И здесь, конечно же, СНГ и впереди планеты всей, потому что до сих пор даже корейские няшки-красотки и американские эффектные секси-леди, которые показывают нам суперкрутые туториалы по макияжу, до сих пор еще до этого суперпродукта не дошли. И хотя уже сейчас во многих марках такое вы встретите. То есть пучок, у которого широкенькое основание. Например, подобные ресницы, но немножко похуже к качествам, вы можете найти в бренде Ириск значительно дешевле. И я приклеиваю под свои собственные. У меня отдельное видео о том, как это делается. Опять же, это корейская тема. Если хотите, смотрите видео, как себе нарастить ресницы таким способом. Я, пожалуй, капну еще румян. В общем-то, при такой технике выполнения ресниц, правдоподобность просто божественная и невероятная. Они настолько красиво натуральны. И никто при сколь угодно близком рассмотрении глаза не скажет, что они накладные. Я смотрю на то, что получилось, на то, как выглядит лицо, как выглядят глаза и брови. И хочу сказать, что мне кажется, российские бренды выросли, они реально на высоте. И мне кажется, что я вполне могла бы даже только на российских брендах через годик работать. И даже, может быть, только ими и краситься в повседневной жизни. Конечно, может быть, не было бы так весело. Но качество уже на самом деле на уровне по сравнению с тем, что было до того, как возникла мода на визаж и на бьюти-индустрию. Как-нибудь сделаю еще и российское производство. Не только российские непосредственно бренды. Все, пока-пока.